Туристический сезон в самом разгаре. Однако в этом году в связи с пандемией отдохнуть на природе не так-то просто. В Алматинской области закрыты для посещения побережья Ковшигая и Кольсайские озера, а также запрещен въезд на территорию национальных природных парков. Как быть и чего ждать дальше? Здравствуйте! В прямом эфире телеканал ЖТСУ, программа «Сегодня». И сегодня у нас в гостях руководитель управления туризма Алматинской области Алтимбаева Жанар Гарифулдаевна. Добрый день! В начале программы я хочу напомнить, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. И сейчас на ваших экранах есть номера телефонов, по которым вы можете звонить, задавать свои вопросы, а также номер телефона WhatsApp, на который вы можете скидывать свои сообщения, и мы прочитаем ваш вопрос здесь в студии. Итак, начнем. Как известно, пандемия у нас сказалась на многих сферах жизнедеятельности. Как это все сказалось на сфере туризма? Мы ожидали, что у нас будет увеличение потока внутреннего туризма. Так ли это оказалось или все-таки не удалось? Да, действительно, вы правы. Пандемия внесла коррективы во многие сферы нашей жизни. И в том числе, конечно, туризм сейчас находится на глубоком стопе. Это связано с ограничением и международных сообщений. И во время возникновения такой ситуации, да, действительно, были особые ожидания касательно бума внутреннего туризма, стремительного роста развития, так как границы были закрыты и ограничены были выездные туры для наших соотечественников. В период чрезвычайного положения сформировался отложенный спрос на отдых внутри страны. И, естественно, в это время происходило активное бронирование туров, активное бронирование отдыха в местах размещения Алматинской области. И к моменту открытия сезона начались активные путешествия. И эти путешествия продолжаются до сих пор. Но в связи с ухудшением ситуации, которая связана с распространением инфекции, были введены определенные ограничения по закрытию объектов, как вы сказали, и касающиеся заполняемости мест размещения. То есть сейчас действует ограничение 50% заполняемости от проектной мощности объекта. И уже по факту, по итогам первого полугодия нам удалось подвести цифры. И по состоянию на 1 июля, к сожалению, мы имеем факт снижения туристского потока в Алматинской области практически вдвое. И такая тенденция наблюдается во всех курортных местах и популярных туристских дестинациях нашей области. И сейчас действуют ограничения, касающиеся посещения нацпарков. Естественно, сейчас никто не приезжает в национальные парки. Также групповые туры под запретом. И все эти меры были вынуждены. И сейчас, к завершению ограничительных мер, после 2 августа, я надеюсь, что будут определенные меры, которые будут касаться послабления карантинного режима. У нас по статистике, побережье озера Балхаш ежегодно посещало около 27 тысяч туристов. Как в этом году? Какие цифры можно набирать? По итогам полугодия порядка 3 тысяч казахстанцев отдохнули на побережье озера Балхаш. И основное снижение туристского потока на побережье Балхаш, конечно, связано со строительством дороги и с слабым уровнем развития инфраструктуры на этом побережье. В прошлом году были выделены средства. Хотелось бы отметить, что на побережье озера Балхаш, вот именно курортная зона, был разработан генеральный план, совмещенный с планом детальной планировки. В прошлом году на разработку ПСД инженерной инфраструктуры было выделено 115 миллионов тенге. И данный проект подразумевает проектирование всей инженерной инфраструктуры и при прежней автомобильной дороге. Данный проект планируется завершить до конца текущего года. И в следующем году уже будут выделяться средства на строительство инженерной инфраструктуры именно на побережье озера Балхаш. Но вопросы развития инфраструктуры касаются не только озера Балхаш, но и озера Лаколь. Туда дорога, она тоже пока еще оставляет желать лучшего, да? Да, действительно, сейчас ведется реконструкция. Вы знаете, что это проект республиканского уровня. И в этом году, по информации Казахтажол, к ноябрю месяца будет открыт проезд от Талдуку-Ургана до Ушарал. В целом, проект планируется завершить в 2021 году. И это тоже, конечно, сдерживающий фактор для посещения озера Лаколь. Но вместе с тем из государственного бюджета, то есть из республиканского и местного бюджета выделяются субсидии на авиасообщение и железнодорожное сообщение. И хотелось бы отметить, что в связи с ограничением международного авиасообщения в этом году еще дополнительный рейс из Нур-Султана был недавно, буквально, на днях открыт. По такой же цене, то есть 16 тысяч тенге стоит авиасообщение. То есть 7 дней в неделю раньше летал Скат, сейчас Казахэр, плюс дополнительно 4 рейса. С Алматы летает. Самолет также по субсидированным ценам. И также у нас есть железнодорожное сообщение, которое субсидируется из местного бюджета. На сегодняшний день то, что касается инфраструктуры в целом в области, активная работа ведется по Алматинскому горному кластеру. Там мы разрабатываем ТЭО на инженерную инфраструктуру по Толгарской локации, которая разрабатывается с учетом потребностей населенных пунктов. Кроме того, определены приоритетные направления. Это Тургинская локация, Чуринская локация и локация Кульсай-КНД-Кигинь. Такая работа проводится. В целом, то, что касается доступности туристских объектов для наших соотечественников и гостей из других стран, по инициативе Акимата Алматинской области была построена дорога на Кульсайские озера, также на Чуринский каньон дорога была построена. И к объектам в рамках дорожной карты бизнеса тоже проводятся такие работы. Например, в этом году для курорта Лесная сказка Уйхарагай будет построена линия электропередачи. То есть такие мероприятия по улучшению инфраструктуры проводятся всегда. Все это никак не сказывается на цене отдыха на туристических объектах? Да, были определенные опасения на увеличение стоимости отдыха в Алматинской области. Но в ходе переговоров с теми же владельцами зоны отдыха на озере Алаколь мы добили соглашение, чтобы они не меняли объявленные цены. А цены объявляют наши объекты размещения в начале года, когда начинается раннее бронирование. И сейчас цена, конечно, зависит от того, что доходы населения снизились. И поэтому все предприниматели удерживают цены. Даже многие места размещения предлагают акции, небольшие скидки для отдыха. То есть предприниматели все-таки пошли навстречу? Да, конечно. При этом надо отметить, что сами предприниматели сейчас все-таки терпят определенные неудобства какие-то дополнительные. У них новые правила работы введены. Вот вы сказали, что 50% заполняемости должна быть. Что-то еще изменилось в работе? Да, действительно, были разработаны алгоритмы деятельности для всех субъектов туристской отрасли. И эти меры, конечно, включали усиление санитарно-эпидемиологических норм. И это касается неснижаемого объема защитных средств, дезинфекционных растворов. Это все, конечно, расходы бизнеса. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что более 80% всех объектов размещения все нормы выполняют. Сейчас работают мониторинговые группы в каждом районе. Они отслеживают ситуацию по соблюдению этих норм. И эти нормы касаются не только проведения обработки территории, ношения масок, но в том числе маркировка мест массового скопления, то есть условия для того, чтобы туристы соблюдали социальную дистанцию. Наших телезрителей волнует многих вопрос, разрешен ли отдых, так называемых, когда дикарями отдыхают, или только на специально отведенных пляжах, каким образом? Согласно последнего постановления санитарного врача, сейчас разрешен отдых только при наличии оплаченной брони, то есть подтверждения брони. Каждый турист, который планирует свой отдых и путешествие по Алматинской области, сейчас должен подтверждать бронь в месте проживания. Это связано с тем, что необорудованные места отдыха не позволяют соблюдать социальное дистанцирование между людьми. И, конечно, здесь идут еще такие риски, которые связаны с экологическими вопросами. Весь Казахстан знает, что в последнее время было несколько громких ситуаций, которые были связаны, например, с Розовым озером в Акмолинской области, с Первомайскими прудами, где расцвели лотосы в городе Алматы. И такие ситуации, конечно, говорят о том, что нам нужно развивать культуру путешествий, культуру отдыха, соблюдение не только санитарных норм, но и экологических норм. Тут такой вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Как быть инвалидом по поводу путевок? Формируется госзаказ через управление труда социальной защитой, который предполагает отдых для инвалидов с определенными скидками. Бесплатные путевки даются пенсионерам, в том числе инвалидам. И сейчас, касательно медицинской части, сейчас прорабатывается вопрос на уровне палаты предпринимателей Атамикен касательно реабилитации медиков в санаторных учреждениях. По всему Казахстану. Сейчас этот проект разрабатывается, я думаю, в скором времени мы сможем узнать, как медики смогут поправить здоровье, реабилитироваться после тяжелой работы в санаторных учреждениях и в целом программы на оздоровление. Мы тоже как область, вот сегодня буквально я разговаривала с координатором данного проекта, и мы обговаривали вопрос, что не только санаторные учреждения могут принимать, но также можно делать оздоровительные туры для тех, кто уже переболел, помимо медицинских работников, но и для тех, кто уже переболел. Я так понимаю, людей, наверное, интересует, каким образом можно приобрести эти путевки? Распределением путевок занимается управление труда и социальной защитой, то есть это госзаказ. А то, что касается для скидок, то многие объекты области предлагают скидки для людей с особыми потребностями, для пенсионеров, для детей, для студентов, то есть имеются скидки. К примеру, можно отметить такой объект на озере Алаколь, который полностью обустроен для людей с особыми потребностями. Цены доступные, то есть можно бронировать напрямую. Вот то, что насчет брони вы говорили, это когда едешь на три дня, на неделю, это понятно, действительно, бронировать, но когда люди едут с утра и до вечера просто отдохнуть, где-то взять топчан, отдохнуть на природе. Как в таком случае? Тоже надо бронировать. Да, для того, чтобы упорядочить отдых наших граждан, все это связано с распространением инфекции, да, конечно. Сейчас мы прорабатываем вопрос, что все места размещения, курортные зоны будут доступны только при наличии подтвержденной брони. Пока еще это не доработано, пока еще как на сегодняшний день? Да. Ну, на сегодняшний день, например, Алаколь уже работает по данному сценарию. Данный сценарий был рекомендован Министерством культуры и спорта, согласован с руководством страны, и поэтому было принято решение о том, что будет поощряться организованный отдых. Я прошу прощения, тут вопрос опять от предыдущего телезрителя. Спрашивает, а должен ли инвалид сам оплачивать дорогу, если он едет по бесплатной путевке? Вот этот момент, наверное, нужно будет уточнить. Я не смогу ответить на этот вопрос в данный момент. Это не совсем... Да, это не совсем наша компетенция, потому что мы не работаем социальными группами напрямую. Вот сегодня можно отдохнуть у нас на побережье Балхаша, на побережье озера Алаколь. А что касается Капшигайского водохранилища, Кульсайских озер, почему они были закрыты и когда можно ожидать открытия этих объектов? В целом, закрытие объектов, то есть ограничение для посещения национальных парков и Капшигая было принято в связи с ростом заболеваемости. К примеру, в Кигенском районе был зафиксирован рост почти в 10%, 9,9% рост заболеваемости. И в связи с этим было принято решение о закрытии национального парка Кульсай-Кульдир. И то, что касается Капшигайского водохранилища... Да, в Капшигайском водохранилища также было принято такое решение. Когда планируется открытие или вообще планируется открытие газа? Сейчас период локдауна, до 2 августа эти ограничительные меры будут действовать. Мы на этой неделе ожидаем постановления республиканского санитарного врача. После этого, естественно, будут приниматься постановления на уровне области, в которых уже мы будем прописывать меры по послаблению карантинного режима. Ну и не дай бог ограничений, конечно же. Дай бог, чтобы все хорошо было. Да, конечно. Тут вот вопрос от предпринимателя с Алла Коля. Добрый вечер. Всем понятно, что в Алматинской области туризм развивается, но планируется ли какие-либо смягчения требований для баз и зоны отдыха? 50% заполняемость нашего отеля невыгодна для предпринимателей. Да, действительно, мы каждый день общаемся с предпринимателями, владельцами зоны отдыха, а также туроператорами. Все говорят о том, что 50% лишь покрывает операционные затраты самого объекта и не позволяет планировать прибыль. На сегодняшний день нами разработаны предложения, которые касаются загрузки отелей. И, возможно, мы сейчас предлагаем по линии управления туризмом разрешить 100% заполняемость для объектов, которые имеют коттеджный тип размещения, то есть с отдельным входом, когда возможно дистанцировать группы людей. То есть члены одной семьи, естественно, они проживают локализованно в одном месте, не соприкасаются с другими людьми. То, что касается коллективных мест размещения, как у нас профессионально мы говорим, это гостиницы коридора с коридорным типом размещения, скорее всего, там будут действовать ограничения. Это все связано с тем, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей. Даже если у нас послабление будет, это все равно останется, скорее всего, до конца лета. Да, потому что существует запрет на проведение массовых мероприятий и существует определенное ограничение на посещение мест, где предполагается близкий социальный контакт между людьми. С отдыхом на водных источниках мы с вами немножко разобрались. Хотелось бы узнать, что касается отдыха в горах, в природных парках. Как у нас? У нас тоже запрещено посещение. Да, до 2 августа национальные парки ограничили свою деятельность. Вместе с тем существует запрет на групповые туры и экскурсии, то есть на большие группы людей. Как раньше, например, групповые туры формировались из расчета заполняемости автобуса, предположим, в 50 мест. То есть на сегодняшний день существует такой запрет. Мы ожидаем послабления после 2 августа. Какие-то новые маршруты у нас разрабатываются? Да, вот касательно новых маршрутов, хотелось бы отметить такой факт, что многие туроператоры, которые занимались выездным туризмом, они сейчас переориентировали свои офисы для работы по внутреннему туризму. Мы сейчас ведем работу с несколькими крупными туроператорами, которые имеют большой опыт именно в продажах, в маркетинге. И по формированию туров здесь у нас как бы мы лаконично, лаконично в своем едином порыве. К примеру, сейчас с крупным туроператором мы отрабатываем вопрос по открытию новых маршрутов, которые связаны с посещением Джунгарии. То есть в данном случае мы планируем охватить, конечно, город Талдыкурган, Текили, Джунгара-Латавский национальный парк, посещение Каринского ущелья и так далее. В этом году это еще возможно будет, да? В этом году в случае, если не будет дальнейшего роста распространения инфекции и, соответственно, в случае послабления режима, да. А такое понятие, как туры выходного дня, это у нас как-то работает или планируется в этом году, в этом летний, на этот летний сезон еще? Туры выходного дня – это наиболее такой востребованный продукт в летнее время. То есть у нас, например, сезон, активный сезон с апреля по октябрь длится, и туры выходного дня являются наиболее таким популярным турпродуктом. И в этом году данные туры, конечно, будут ограничены в связи с запретом на групповые туры и экскурсии. Но, однако, мы сейчас пришли к мнению санитарными врачами, что не будут ограничиваться индивидуальные поездки на личном транспорте членами одной семьи и группами не превышающих трех человек. Вот сегодня в нашей стране в связи с пандемией многие отрасли пришли в формат онлайн работы в сфере туризма. Есть какие-то тоже наметки в этом направлении? Какие-то, может быть, онлайн-путешествия туристические даже? Да, то, что касается режима онлайн, хотелось бы тоже рассказать зрителям о нескольких проектах, которые мы делаем. Это, прежде всего, проект цифровизации туристской отрасли. Более 8 тысяч локаций по Алматинской области мы выгрузили на глобальные мировые платформы. Это Google, Яндекс, TripAdvisor. С Википедией у нас заключен прямой договор между управлением туризма и офисом. В Википедии мы выгружаем информацию о туристских достопримечательностях Алматинской области. Вместе с тем, в период чрезвычайного положения в стране мы проводили активные вебинары. Для туристского рынка это изучение туристского продукта Алматинской области, обучающие семинары, презентации отелей, презентации национальных парков и их маршрутов. То есть активные вот эти онлайн-мероприятия мы проводили. То, что касается возможности онлайн-экскурсии, просмотра подробной информации об объектах, то существует сайт jitsu.travel. На этом сайте вы можете, ну каждый может ознакомиться с местами проживания, с достопримечательностями, с доступными турпродуктами. Там же можно найти контакты туроператоров, которые занимаются организацией отдыха в Алматинской области. Кроме того, есть ресурс jitsu 360, где есть возможность просмотра онлайн-туров по области. Также есть проект, который был реализован совместно с Министерством культуры и спорта. Он также касается 3D-путешествий по Алматинской области. Все-таки внутренний туризм у нас развивается. Больше как, можно сказать, с каких регионов больше приезжает в нашу Алматинскую область? Хотелось бы отметить, что в структуре туристского потока Алматинской области более 90% это внутренние туристы. И основным генератором туристского потока в нашу область является, конечно же, город Алматы. Вместе с тем, с учетом наличия прямого авиасообщения на Лаколь, очень активно приезжают жители города Нур-Султан. И в этом году в связи с отсутствием доступа на отдых на озере Исыкуль, города Чимкент и Тарас, и оттуда тоже активизировались туристские потоки. Если смотреть в разрезе страны, то наша Алматинская область какое место занимает? В целом в объеме, в республиканском объеме Алматинская область занимает порядка, ну свыше, скажем, 30%. Это касается и количества обслуженных туристов, и наличия объектов размещения, и касаемо объема оказанных туристских услуг. Это все связано с тем, что Алматинская область обладает значительным потенциалом, и на сегодняшний день свыше 25 тысяч койко-мест есть в Алматинской области. То есть единовременная вместимость всех объектов такая, плюс 5 национальных парков. И это связано с тем, что Алматинская область на сегодняшний день может похвалиться, скажем так, наличием готовых турпродуктов по любому запросу туриста. Это такие специфичные туры, которые касаются гастрономического туризма, аграрного туризма, этнографического туризма. То есть не только, конечно, основной объем приходится на экологический туризм, на оздоровительный отдых, на побережье наших водоемов. И плюс к этому специфичные туры мы тоже разрабатываем и совместно с туроператорами выносим на рынок такие продукты. Ну и в завершении программы хотелось бы узнать, какие у нас есть планы на будущее, даст бог, карантинные меры более ослаблены будут. Что планируется? В целом хотелось бы сказать, что отдых изменился. Отдых предполагает сейчас высокую ответственность не только бизнеса, но и самих туристов. И в этом направлении будет продолжена работа по линии нашего управления в тесном контакте с общественными организациями. Сейчас очень много создано саморегулируемых организаций в нашей сфере. И будет проводиться дальнейшая работа, конечно же, по маркетингу, по улучшению инфраструктуры, по повышению качества туристических услуг через обучение и повышение квалификации работников мест размещения. Большое спасибо за беседу. Думаю, она получилась интересной для наших телезрителей. А я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель управления туризмом Алматинской области Алчимбаева Жанар Гаррифулдаевна. До свидания. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»